Областной конкурс профмастерства среди школьников прошел в Петропавловске. В нем приняли участие 40 человек. Они готовили пельмени, делали детские лопаты, шили. Лучших определили по трём номинациям. Призы получили 18 школьников. Ольга Файзулина расскажет подробнее. Здесь проходит самая аппетитная часть конкурса профмастерства. Школьники готовят пельмени и салат. Рецепт у всех одинаковый, но у каждого свой подход к делу. Кулинарные навыки решили проверить 12 человек. Сергей Толстой здесь единственный юноша. Говорит, с детства любит готовить. Делаю салат, выкладываю гнездо из капусты. Середину надо будет сделать морковью. И потом вырезать из помидора жар птицу. Узгадание несложно, если к ним готовиться. Сергей проявил фантазию и в выполнении домашнего задания. Все сделали сладкие кексы, а он мясной. Пробовать выпечку будут члены жюри. Среди них сотрудники областного центра творчества детей и юношества. Они организовали конкурс профмастерства при поддержке управления образования. Дети с удовольствием принимают участие и стараются соблюдать все требования, которые необходимы при приготовлении данных блюд. Это санитарно-гигиенические требования, правила техники безопасности. И в то же время они проявляют свою творческую фантазию и эстетический вкус. При приготовлении домашнего задания многие приготовили еще и постеры, технологические карты. Конкурс проводится среди школьников по трем специальностям. Кулинар, швия, столяр. Дети показывают, как умеют работать с деревом и жестью. Из таких заготовок нужно сделать детскую лопатку для снега. Восьмиклассник Радмир Зиеддинов обрабатывает черенок. Его поверхность должна быть гладкой, а еще соответствовать заданным параметрам. Задание очень интересное, по-моему. Очень много сил затрачено на приготовление ручек, к примеру, черенка. Это все занимает достаточно много времени и старания. А зыр у меня есть. Я ходил на кружки авиамоделирования, другие кружки. Очень помогает знать изначально, что нужно делать. В конкурсе профмастерства приняли участие около 40 школьников. Лучшие получат в подарок бытовую технику и посуду. Ольга Файзулина, Жолдосбекер Муканов. Новости МТРК.